Чтобы снизить число ДТП и избежать тяжести последствий от них, сотрудники ГИБДД в Самаре провели профилактический рейд «Пешеходный переход». В зону контроля попали не только пешеходы, но и водители, которые не пропускают людей на пешеходных переходах. Сергей Сергеевич, почему нарушаем? Вот так. Поворачиваю направо с улицы Первомайская на проспект Ленина. Вы не предоставили преимущество движения пешеходов, переходящим в проезжую часть по пешеходному переходу. В чем причина? Не обратно внимания, сбоку. Отвлеклись, да? Да, то есть. На водители составили протокол и выписали штраф в размере полутора тысяч рублей. Инспекторы отмечают, что число ДТП с участием пешеходов по-прежнему внушительное. Причиной наездов на самую незащищенную категорию участников дорожного движения становится не только низкая транспортная дисциплина водителей. Часто пешеходы невнимательно не могут убедиться в безопасности перехода и правильно оценить дорожную обстановку. Особое внимание при переходе в проезжей части родителям с детьми. Малышей необходимо держать за руку. Подростки также в зоне контроля со стороны сотрудников ДПС. Нередко мы с вами становимся свидетелями того, что, ну это в основном относится к категории молодежи, парень либо девушка, значит, переходит в проезжую часть, наденут наушники и в свой взор устремят в сотовые телефоны, там, в планшеты и так далее. Вот. И переходит в проезжую часть. Их не интересует, что происходит на проезжей части. Не смотрят ни направо, ни налево. Это крайне недопустимо и, как минимум, безответственно. Не стоит забывать, что основополагающим правилом на дороге является ее осмотр перед переходом на противоположную сторону. Если бы на этот нюанс обращали внимание все пешеходы, дорожных транспортных происшествий было бы в разы меньше, отмечают сотрудники ДПС. Также нельзя переходить улицу в неположенном месте, даже если вы очень спешите. Жители Самары рассказали, как соблюдают правила дорожного движения. Если осталось 8 секунд, я лично не иду. То есть я очень аккуратно иду. Потому что я сама водитель. Это проезжая часть. Здесь очень опасно. Машины ездят. Можно получить травму или вообще очень серьезно пострадать. Я всегда перехожу на свой зеленый свет, потому что на красный опасно. И придерживаюсь постоянно этих правил. А вот если нет светофора, как переходить? Ну, опять же, пешеходный переход должен быть. Пусть нет светофора, но тогда водители пропускают. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям и пешеходам следовать ПДД. От этого напрямую зависят их собственные жизнь и здоровье, а также безопасность окружающих. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжены. Елена Чернявская, Максим Гусев. События.